Еще не успев войти на территорию Чечни, пять российских танков были подожжены. И Тартас передает, эшелот с бронетехникой и служащими МВД России, направлявшийся в сторону Грозного, блокирован в районе станции Орджоникидзевская. Впереди и позади составы пути были разобраны. Уже есть сообщение о жертвах. По данным Интерфакса, два ингуша убиты, 10 ранены при попытке остановить колонну российских войск. Российская армия, взявшая направление на Чеченскую республику, развертывает боевые действия на территории Ингушской республики. Сегодня после 17 часов обстреля населенный пункт Гази-Юрт вблизи города Назрани, в результате которого есть разрушение и жертвы среди мирных жителей. Назрани нас остановил народа, женщины, мужчины, все там бросались, переворачивали машины, сжигали машины. Ни личный состав, ни мы, офицеры, ну, не были готовы к таким вот действиям, что делать по отношению к этому народу. Как военный человек я понимал, что это не прогулка. Я понимал. И убедился это в первые же сутки выдвижения моего сводного отряда. Когда еще в Чечню не вошли, а пересекли границу административную между Осетией, Северной Осетией, Алания и Ингушетии, я уже там понял, стали нападения мирных людей, переворачивали машины, останавливали колонны, протыкали радиаторы с заточками, пробивали шины, избивали солдат, и там на территории Ингушетии погиб первый мой солдат, рядовой Масленников, Евгений Масленников. В то время как, по данным чеченских вооруженных сил, все подступы к Грозному закрыты, российские подразделения Министерства обороны и внутренних дел понесли первые потери на территории соседней Ингушетии. Там заполыхали 30 единиц техники. Министр обороны Павел Грачев, комментируя эти инциденты, заявил, что все это делалось с явного согласия руководства Ингушетии и при участии спецчастей МВД этой республики, открывших прицельный огонь по военнослужащим. По сути дела, считает Грачев, Руслан Аушев объявил войну президенту России.